итак смотрите сейчас у нас настройки самого объекта как бокса длина ширина высота и сегменты по длине ширине и высоте но если мы нажмем правую кнопку конверту если это был поле мы перейдем уже к управлению геометрией этого объекта что у нас здесь есть можем работать с точками точно так же как и объекты на сцене можем их выделять перемещать и так далее какие-то команды с ними то есть какие-то команды к ним применять вот которые здесь присутствуют то же самое ребра границы потом о них поговорим ну и полигоны тоже вот в этой вкладочке selection что касается выделения а это редактирование сейчас мы вначале поговорим про selection что у нас тут есть начнем как раз полигонов выделить можно просто кликнув если несколько то через control выделяем далее можно выделять рамочкой через control в эту рамочку добавлять как и в объектах а через alt наоборот убирать из этого выделения by vertex это мы выделяем точку и выделяются все полигоны которым эта точка принадлежит не думаю что это сильно полезная функция но она есть ignore back facing это если у нас вот например если мы выделяем рамочкой геометрию то она выделяется насквозь а если стоит ignore back facing то выделяется только видимая часть сзади уже не выделится это полезная вещь выделение по углу чуть попозже расскажу и grow и shrink grow расти shrink уменьшаться ну все понятно вот еще есть команды ринг и луп но они не активны они активны на ребрах ну давайте про ребра тоже посмотрим здесь тоже самое тоже по углу ignore back facing есть grow и shrink и вот еще ринг и луп есть это важные вещи они очень нам пригодятся в дальнейшем и так ринг он выделяет противоположные ребра вот это противоположные ему это противоположный он выделяет вот все это кольцо ринг вот он прошелся для чего это надо например будем пользоваться такими командами как connect допустим раз и мы уже точно тут же геометрии добавили новых сегментов все это инструменты первой необходимости то самое вот выделили одно ребро ринг сработало так а еще есть луп в отличие от ринг он выделяет не противоположные а соседние смежные вот которые касаются друг дружки вот луп оп и оно сработало и начиная по моему с 11 версии масса 2011 можно эти команды делать через shift вот у нас выделено одно ребро нажимаем shift и соседние вот и сработал и сработал луп а если мы вывозь выделили бы противоположное то сработал бы ринг понятно да и на полигонах хоть он и не активен здесь ринг и луп но все равно через shift она срабатывает зажимаем shift и вот так очень быстро можно оперировать геометрией понятно да отлично едем дальше тогда сейчас мы тогда познакомимся с командами но еще посмотрим наверное по углу тут нужно такое немножко предисловие сделать как он воспринимает углы перебор будет вот такая плотность конвертируем в поле вот допустим угол между этим этим полигоном вот между этим этим ну по идее это 180 градусов но он воспринимает как 0 то есть вот отсюда идет отсчет то есть 0 потом больше больше и так далее то есть вот так вот 0 1 2 3 4 5 90 то есть отсюда идет отсчет и вот эта команда выделения по углу еще постоянно всякий случай норбек фейсинг ну что он как-то глюк это такое он срабатывает насквозь порой когда просто кликаешь вот он выделил всю стенку потому что углы между этими полигонами меньше 45 по умолчанию стоит 45 а сюда уже не пошел выделять потому что между этим этим 90 90 больше 45 то есть он выделяет все все полигоны угол между которыми меньше или равен заданному меньше 45 градусов и вот так очень быстро видите можем целую стенку выделить если бы у нас был полигончик например вот это уже углу получается больше 45 он уже не выделил этот кусок ведь вот мы уменьшим это уже это меньше 45 он выделит а это а вот этот больше 45 не выделим а вот так соответственно все выделим ну и соответственно можно можем менять 45 на любое другое значение как нам удобно понятно да все двигаемся дальше туда теперь собственно команды полигонального моделирования а вот еще эта часть элемент элемент элементы это части объекта которые не связаны друг с другом геометрически вот например если взять чайник это единый объект на состоящий из разных элементов вот например возьмем носик этого чайника он никак не связан геометрически с основанием видите никакой связи нету ним он просто как бы как бы расположен в этом же месте с таким же успехом мы можем присоединить присоединить это и течь тоже например бокс теперь это вот единый объект вот у него общий контейнер состоящего то с таких вот элементов и отсоединить dt вот пока мы находимся в объекте в самом объекте мы можем работать с его полигонами ребрами и точками и так далее но мы не можем например выделить полигоны другого объекта для того чтобы выделить нам нужно либо перейти в него либо сделать частью приоттачить как говорится так теперь редактирование едет polygons начнем с этого и так продолжаем мы с вами рассмотрели selection выделение теперь посмотрим уже редактирование полигонов ребер точек посмотрим команды которыми мы будем пользоваться так самая простая команда на полигонах extrude вот выделим какой-то полигон или несколько полигонов extrude и он вытягивает геометрию каким-то образом видите экструдирование это мы будем пользоваться чаще экструдированием с параметрами это просто экструдирование а это параметрическое вот такой квадратик тут еще написано settings вот мы будем чаще всего пользоваться вот конкретно этим settings тут мы имеем что высоту экструдирования это согласиться это повторить действия согласиться и повторить действия вот это отменить вот и все и во всех командах есть такая менюшка bevel это тоже самое что extrude но еще с одним параметром параметром масштабирования сужения принципе можно просто перейти на масштабирование сделать то же самое потом самый первый параметр который был и в экструдии в bevel вот это это тип тип экструдирования тут есть три типа первый групповой второй local normal а третий by polygon давайте вернемся к понятию нормали то есть все полигоны они однонаправленные нормаль это вектор который указывает направление полигона ну допустим здесь полигончик с одной стороны вот мы нажмем визуализировать мы его видим тут стоит вирей и так с одной стороны вот мы видим полигон а если мы сделаем визуализацию с другой стороны то его не будет что полигоны они однонаправленные у них есть лицевая сторона и задняя сторона и нормаль это вектор который указывает лицевую лицевую сторону вот весь это был меж более устаревший набор инструментов полигонального моделирования есть такая функция посмотреть нормали шоу нормал показывает от каждого треугольнички потому что полигончики делятся на треугольнички этого мы еще коснемся ну вот идет нормаль указывать лицевую часть и вот когда мы делаем экструд нормаль учитывается возьмем этот полигончик и этот вот экструд если суммирует нормали эти идут вверх эти вбук а это общая сумма local normal он оставляет их в этом же направлении не меняет их направление ну и бай полигон каждый полигончик по отдельности вот три позиции то же самое и в бивили есть те же параметры бай полигон групп дальше посмотрим команду insert ну как вставка вставляет вовнутрь еще геометрию нужно повторить несколько раз таким образом мы получили разбиение для дальнейших каких-то манипуляций и можем уже что-то с ним делать например модификатор можем применить какой нибудь или еще что-нибудь но зависит от нашей задумки кстати с помощью бивола можно заменить и экструд и инсет вот например бивол без расширения сужения будет как экструд а наоборот без высоты только с расширением сужения будет как инсет два в одном можно было эти убрать оставить только бивол им пользоваться так bridge соединяет один или несколько полигонов друг с другом мостиком как следует из названия но допустим сделаем этот объект частью этого и течь присоединили теперь это единый объект у него общий контейнер состоит из двух элементов и мы выделим парочку полигонов одного парочку полигонов другого bridge вот он создал такой мостик тоже присутствуют настройки у него лучше где-нибудь здесь выделим bridge количество сегментов теперь сужение расширения bias это смещение стороны в сторону этого расширения сужения в принципе не особо нам эти команды понадобится в конце концов там еще будет на ребрах команда connect с помощью нее можно добавить разбиение если что с помощью модификатора того же ffd можно или сузить расширить переместить там все это более гибко здесь тоже есть вот твист иногда надо об этом в этом вы убедитесь когда будем интерьер рисовать вот перекрученный получается так вот еще можно сделать мостик внутренний то был внешний мы внутренне сделаем с одной стороны полигончики из другой выделили и вы лишь вот он уже прорезал понятненько да good так очень хинч остался мы его потом посмотрим далее теперь на ребрах команды на ребрах ну как вы уже знаете команды ring и loop loop выделяет смежные вот выделили получается все весь этот вот он срезает уголок можем добавить сегментов вот собственно и все рубанком прошлись вот если так если сегментов не было бы так просто скругляет также можно снять фаску просто с прямого с развернутого угла он сделаем loop и вот чем он получается как бы как раздвигает из одной несколько становится тоже полезная функция часто бывает в час мы сейчас будет нужно вы час например мы добавили геометрии но уже доступно для какой-то модификации нужно применять ffd к примеру то есть уже есть что изменять так ну вроде а еще weld команда мы лучше на точках начали посмотрим в общем вот так создадим одну плоскость и другую плоскость вот выделим эти точки и эти и применим команду weld weld сливает точки на каком-то определенном расстоянии вот нажимаем well с настройками пока ничего ничем не сливается потому что этого расстояние достаточно будем увеличивать и вот они начали сливаться одна за другой то есть уже хватает расстояние чтобы эти слились но не хватает чтобы вот эти слились здесь расстояние больше будем увеличивать дальше они вообще все сольются в одну об понятненько вот такая вот штука еще есть target weld если мы просто указываем мишень одну точку и другую и он первую подтягивает ко второй то же самое на ребрах есть и weld и target weld так и бридж на ребрах тоже есть одно ребро вот второе соединяет мостиком вот эти три ребра и эти бридж вот мы подобрались команде connect выделим например два ребра и нажмем connect вот что он делает он их соединил как перпендикуляр можно сколько угодно ребер connect вот настройки его вот увеличим количество сегментов pinch это сближение и отдаление их slide это смещение стороны в сторону понятненько да ring connect и вот мы можем можно добавлять сегменты менять сегментацию очень просто ring connect но основные команды такие посмотрели хинч еще не смотрели попозже увидим можно что-нибудь нарисовать используя эти команды нотбокс сейчас использую команду connect нарисуем табуреточку чамфа нотбокс 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 extrude перейдем на ребра ring connect опять ring connect полигоны extrude еще раз extrude согласились и немножко отмасштабируем и вот посоединяем эти ребра bridge да и 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 Нажимаем, смотрите, синенькое, это значит, что мы можем выбирать ребро. И выберем, например, вот это ребро, и вокруг него будет совершаться вращение. Вот, видите, это угол вращения, это количество сегментов. Мы выбрали это ребро, с таким же успехом можно было выбрать и это, и это, и это. То есть, грубо говоря, мы выбираем ось. Вот, можем ее представить в виде некого цилиндра, такого тоненького. Вот, понимаете, вот эта вот ось, то есть на этой оси можно было выбрать любое ребро. Ну вот, смотрите. Допустим, вот у нас полигон, hinge from edge. выбираем ось, вот эту ось, например, это количество сегментов, это угол, вот она. То есть, можете представить вот цилиндр и через него провести ось. Давайте просто поменяем угол, вернее ось для наглядности. Вот. Либо вот сюда пойдет. Понимаете? Все. Угу. Вот. 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 А.